Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Летом я побывал в Праге и походил там по антикварным магазинам, да и просто погулял по городу. И, наконец-то, думаю, смонтирую вам этот ролик, так что, если интересно, продолжайте смотреть. Хотел бы вам показать немножко небольшой обзор этого города. И, конечно же, нашу любимую тему – это монеты и антиквариат. А партнер этого видео – интернет-магазин BestCoins, в котором вы сможете найти широкий ассортимент иностранных монет. На сайте представлены как обиходные, так и юбилейные монеты почти всех стран мира. Ассортимент магазина очень разноплановый и регулярно пополняется. Вы сможете встретить те монеты, которые просто не представлены в других магазинах. Ссылка на магазин будет в описании. Ну что, так я, конечно, по городу встречал несколько вот таких вот интересных магазинов. Которые связаны с антиквариатом. И они называются старожитности, если я правильно понял. Так, к сожалению, этот конкретно магазин у нас, я вижу, что не работает. Но что-то подобное я уже встречал. И сейчас попробую по дороге прогуляться и показать вам подобный магазинчик. Гляньте, тут всякие, конечно, вот такие штучки. Вот, продаются. Довольно интересные. Ну что, давайте идти и смотреть, где следующий магазин. Ну что, тут какие-то сувениры так точно есть. Разные. Так, здесь магазин просто каких-то сувениров. Ничего такого интересного. Так что пойдем дальше смотреть на улицу. Вот такое вот строительное здание. Довольно красивое. Площадь, памятник. И людей, которые фотографируются. Пришли мы в музей. Сейчас покажу вам. Вот так вот выглядит вход. И какие цены на музей. Собственно, здесь все сразу написано. 100 от 100 крон, 260-360. В зависимости от количества музеев. Цена приблизительно такая же, как и гривня. Те очень довольно дорого стоят. Кстати, это все юбилейные, я так понял, монеты. Может, даже в серебре, скорее всего. Ух ты. Смотри, какие тут реально настоящие штуки продаются. 3200. Я думаю, очень похоже на аренду. Очень похоже, согласен. Мы можем спросить. Это интересно. Видишь, зубы. Акул. У меня такое, кстати, и есть. Такое крупное, меньше, да? Да, но ты видел. Ну, собственно, в музее на входе вот такой вот магазинчик расположился, где можно купить разные книги исторические. Какие-то клыки акул. И это все оригиналы. Видите, как они интересно поданы. В целом, себе купить сувенир можно. Довольно нормальные деньги. И прикольные были книги по тетрадрахмам с огромным количеством монет. Кстати, по античным монетам очень мало литературы именно на русском языке. В основном все на английском. Так что, если это ваша тема, ищите в интернете или уже на английском языке. Читайте книжки. Если в Токио как-то доехать до центра, вот такое вот. Можно взять себе прям здесь с карточки платить и ехать в центр на скутере. Очень удобно. И вот так по дороге. Линия разметка есть. Ну вот, такое вот местечко мы нашли. Очень красиво, кстати. Сейчас будет закат, наверное, скоро. И обратная сторона. Самый известный у нас в Праге. И вот такая красота. Плавают разные кораблики в форме машинок. Много-много дорогих. Папа. Вот так вот, смотрите. Какая красота. Я видел с меня. Какая красота. Действительно, Прага восхитительная. Мы только начали экскурсию, но уже дыхание перехватывается. Какая площадь в часике. Гляньте, какая красота. Самые точные часы Европы. Раги находятся. По монеткам. Гляньте, вот такие у меня монеты. В Чехии ходят кроны. Курс сейчас я вам напишу какой. В целом, тут даже монетка в таком штемпельном блеске мне попалась. И на заднем фоне там еще 5 злотых у меня от Польши остались. В целом, эту тему я не собираю. То есть, для меня это просто как монеты. Ну, может быть, какой-то сувенир из Чехии. Вот, собственно, так выглядит национальный музей в Праге. Очень красивое, монументальное, большое здание. И выглядит просто волшебно. С таким очень красивым фонтаном. Давайте сейчас подойдем к фонтану. Я вам покажу. Вот такой вот фонтан. Здоровенный-здоровенный музей. Гляньте, прям, что так. Тут прям такая целая-целая аллея. Наверняка тут все фотографируются вечером. Сейчас, конечно, не лучшее время для прогулок. И вот он, собственно, огромнейший красивый музей. Работа музея. Что ж, как выглядит он довольно круто выглядит внутри. Ну что, начинается большой красивый музей. В целом, где-то я был за час до закрытия этого музея. И людей просто очень мало было. Возможно, это связано с тем, что лето. И много кто уехал из города. Плюс очень такой жаркий был день. Но музей довольно огромный внутри. Посмотрите, какие виды. Значит, 135 лет назад, в ноябре 1885 года на побережье одного из островов недалеко Норвегии выбросило тушу нереальных размеров кита. 22,5 метра. Именно сейчас вы ее видите. И китобойные компании, понятное дело, они растерялись. Забрали это все. И предлагали купить разным музеям. Потому что это огромная редкость. Его вес 4 тонны. Его устанавливали целый год. Представьте, как это все организовать. И сейчас огромное количество людей посещает данный музей. И, скажем так, наблюдает за вот таким интересным экспонатом. Ну, прямо вот это, вы видите, это не настоящий динозавр. Это реплика сделанная. Ну, кстати, довольно неплохо, интересно. И прямо посреди кафе можно подходить, фотографироваться, трогать. То есть, ну, довольно прикольно выглядит. Правда, в кафе нет людей, но выглядит прикольно. В целом, дальше я гулял по залам. Довольно интересно сделаны. Огромные такие решетки. И на английском языке было написано, что там экспонируется. То есть, непосредственно золотые монеты, огромное количество медалей. Вот это просто невероятная, конечно, монетка такая, из чистого золота. Много украшений было. В целом, довольно интересно посмотреть. Мне кажется, если у вас есть детки, обязательно берите с собой. Здесь огромное количество каких-то окаменелостей. Даже есть из Египта вот такие вот саркофаги. В целом, я, конечно, больше по монетам. Мне нравится в такого плана. Но такие большие экспонаты не часто увидишь. В Украине, я думаю, точно у нас таких нет. Звук того, что музей скоро закрывается и пора заканчивать осмотр. Это была какая-то печать значит, народного музея. Довольно огромный плакат ей повесили. Также рядышком был плакат вот такой вот сувенира из Танзании. Сейчас я вам дальше его покажу. Конечно, мне даже комментировать не хочется, что это такая за хрень. Но выставленного музея, наверное, это интересно. А на заднем фоне вы видите это домашние питомцы наших предков, которые довольно такие зубастые, можно сказать, были. Ну и, конечно, сувениры из Египта. Как же обычному музею быть без египетских сувениров? Себе вот такое вот они замутили. Так что он выставлен в этом музее. Можно полюбоваться и даже вам записать в этот видеообзор. В целом, музей такой. Ничего, можно сходить. Мне, конечно, не хватало, что можно что-то подержать, как-то покрутить в руках. Ну, это музей, на то он и музей. В целом, город мне очень понравился. Довольно чистый. Много туристов было летом. Сейчас, я уверен, туристов будет поменьше. Неизвестно, когда эта вся ситуация поправится. Так что смотрите этот видеоролик. Ставьте лайк, если вам понравился. И город, понравился музей. Еще хочу напомнить, что в прошлом видео у меня замечательный конкурс идет. Вот такая вот банкнота 100 гривен с подписью Ющенко с замечательным номером АЧ2233493. Номер нередкий, я вам сразу скажу, потому что начинает писать мне после этого, что вот, купите у меня банкнота с двумя цифрами. Просто я отложил хоть какой-то номер, чтобы был посимпатичнее. И остальные все деньги, соответственно, потратил. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо перейти в то видео, посмотреть его, поставить лайк и написать любой комментарий, который не может быть одним словом. А в этом видео пишите ваши отзывы, как вам ролик. И спасибо, что посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok